Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, хочу сразу сказать, что предложение организаторов этой конференции выступить с таким докладом, с такой тематикой, для меня было несколько новой темой и не очень для меня широко известной. Попробуем что-то, что нам удалось в этом плане найти. Мочекаменная болезнь – это системное многофакторное заболевание, являющееся результатом взаимодействия экологических, генетических факторов и непосредственно связанное с образом жизни. Нефролитиаз занимает второе место среди всех урологических заболеваний, и его распространенность в мире составляет от 1 до 20%, что вы можете видеть на представленном слайде. И в последние десятилетия отмечается стойкая тенденция к росту заболеваемости мочекаменной болезни во всем мире. В качестве основных причин роста заболеваемости, кроме генетических и экологических факторов, может быть прогресс и совершенствование диагностического оборудования, увеличение выявляемости бессимптомных камней при профилактических осмотрах, старение населения, изменение диетарных привычек, образа жизни и гиподинамии. Заболевания выявляются в любом возрасте, но наиболее часто в самом трудоспособном 20-50 лет, имеют выраженную тенденцию к рецидивированию, остаются причины инвалидизации и укорочения ожидаемой продолжительности жизни и до сих пор являются причиной смерти. И показатели смертности в мире представлены на данном слайде. Аналогичные тенденции отмечаются и в Российской Федерации. Прирост заболеваемости за последние 10 лет, я оговорюсь, потому что цифры немножко другие, у нас цифры с 2004 по 2014 год, и составил этот прирост в 27,6%. Мочекаменная болезнь занимает второе место по инвалидизации среди всех урологических заболеваний в Российской Федерации. Ущерб, связанный с заболеваемостью мочекаменной болезни, расходами на лечение больных, особенно в трудоспособном возрасте, а также инвалидизацией представляется весьма значительным, тем более, что наряду с ростом заболеваемости отмечается и прогрессивное увеличение затрат на лечение. Например, затраты на лечение мочекаменной болезни в США в 1994 году составляли 1,4 миллиарда долларов. В последующие годы ежегодно расходы на лечение мочекаменной болезни увеличивались, и к 2007 году с учетом инфляции достигли 3,8 миллиарда долларов. А при сохранившейся тенденции и существующей динамике прогрессии мочекаменной болезни и затрат на ее лечение, к 2030 году могут достигнуть 4,6 миллиардов долларов. Если говорить о возможности исчисления затрат на лечение мочекаменной болезни, то на самом деле для расчета экономических затрат на лечение мочекаменной болезни не может быть принята ни одна система здравоохранения в мире, потому что это обусловлено и различными медико-экономическими стандартами, различными алгоритмами обследования и лечения, формой собственности лечебного учреждения, оснащенностью стационара, квалификацией специалистов и тому подобное. В мире неоднократно проводились попытки оценить экономические затраты на лечение мочекаменной болезни, и с Вашим позволением мы представим одно из исследований, по нашему мнению, наиболее интересных. Оценка экономических затрат на лечение мочекаменной болезни в представленном исследовании проводилась в 10 различных странах мира, и в них участвовали наиболее авторитетные ученые, занимающиеся лечением и метафилактикой мочекаменной болезни. Их список, этих уважаемых людей, представлен вот на этом слайде. В исследовании проведен анализ о рентабельности хирургического лечения, динамического наблюдения и медикаментозной терапии в течение года. В представленной таблице приведены результаты экономической оценки лечения острого эпизода мочекаменной болезни с учетом затрат на посещение отделения неотложной помощи, нативное компьютерное исследование, дистанционную литотрепсию, уротероскопию с гольмевой лазерной литотрепсией. Для упрощения понимания данных, издержки приведены в долларах США для каждой страны, а поскольку хирургическое лечение подвергается от 23 до 60% больных в разных странах по поводу острого эпизода почечной колики, 23% – это хирургическая активность, так ее назовем, в Соединенных Штатах Америки, а 60% она достигает в Великобритании, то проведена оценка стоимости затрат по этим двум крайностям хирургической активности, и вы наглядно видите существенное различие затрат на сходные категории различных манипуляций. Учитывая значительную разницу в хирургической агрессивности в лечении мочекаменной болезни в разных странах, в исследовании также проведен анализ частоты рецидивирования мочекаменной болезни в зависимости от выбранной тактики, по результатам которой мы видим, что чем агрессивнее тактика в освобождении мочевых путей от камней, тем ниже вероятность рецидивирования в течение года наблюдения, и что, по-видимому, это может быть обусловлено более полноценным освобождением мочевых путей от конкрементов и их фрагментов. Внедрение неинвазивных эндоскопических методов лечения совершило революцию в хирургии нефролитиаза, однако это также привело и к относительному отказу в метафилактике мочекаменной болезни. И в связи с этим возникает важный вопрос о целесообразности и экономической эффективности медицинской метафилактики против активной тактики лечения рецидивных эпизодов мочекаменной болезни. В этой таблице представлены расходы на медицинскую профилактику с учетом метаболической оценки и лекарственной терапии. Лекарственная терапия подразумевает применение тиозидных диуретиков примерно у 30% больных с проведением двукратных курсов в течение года. Цитратная терапия у 60% больных также с проведением курсов терапии дважды в течение года. И ежедневный прием аллопринолы у 10% больных. И как вы видите, затраты на такую терапию также серьезно отличаются от страны к стране. В данной сводной таблице представлены затраты на обследование и лечение острых эпизодов мочекаменной болезни в течение одного года при различной степени хирургической активности и зависимости от нее частоты рецидивирования, а также и стоимости метафилактического лечения в течение 5 лет. Таким образом, данное исследование позволяет определить частоту камнеобразования, при которой стоимость медицинской профилактики становится эквивалентной стоимости лечения острого эпизода мочекаменной болезни без применения профилактических мероприятий. И даже при высокой хирургической активности самым низким показателем, при котором метафилактика становится экономически эффективной, является частота камнеобразования 1 раз в 3 года. Проведение метафилактики при более редкой частоте камнеобразования будет непосильным бременем для любой системы здравоохранения в мире. Проведение метафилактики при рациональном подходе позволяет сэкономить от 1,6 до 3,2 миллионов долларов на 1000 пациентов в год, сокращает частоту рецидивирования на 78,6%, и при этом 90% пациентов заинтересованы в проведении, проведение метафилактики, но не знают, где можно получить полноценные рекомендации по адекватной метафилактике мочекаменной болезни. Кроме того, в представленной смете расходов, указанных в исследовании, не учитывались экономические потери дней нетрудоспособности, потери трудоспособности и работы, инвалидизация и затраты на доплаты инвалидам. Но эти факторы являются дополнительной, серьезной статьей расходов, которая будет благоприятствовать проведению специальной метафилактики мочекаменной болезни. Благодарю за внимание.